Приветствую вас, друзья! И опять возвращаемся к Зеленскому, потому что Зеленский, безусловно, возбудил общество. Возбудил хомячков. Помните хомячков, которые дружно бежали за Савченко и кричали «Она наш президент!» А когда Балашов спокойно говорил, что у Савченко нет никакого мировоззрения, нет никаких взглядов и нету никаких пожеланий народу. То есть, по сути, нет программы. Но возбужденные хомячки кричали за Савченко. Потом те же самые хомячки, которые разочаровались в Савченко, побежали за Саакашвили. Хотя видимых успехов у Саакашвили в Украине не было. Но хомячки возбудились и побежали за Саакашвили. А сейчас те же самые хомячки долго ждали своего лидера. И вот он прорезался. В новогоднюю ночь, за пять минут до окончания 2018 года, Зеленский объявил о своем походе в политику. Стать президентом. Хотя я до этого откровенно писал, еще, по-моему, в октябре или в сентябре, о том, что Зеленский, если умный человек, не пойдет в президенты. Но Зеленский сделал заявление, теперь мы, политики, реагируем. Оказывается, Зеленский начал собирать труппу свою. То есть людей, которые должны вступить к нему в некую организацию на сайте, в общем-то, записаться в политике. Оказывается, сейчас можно записаться в политике. Не деятельностью доказывать, что ты политик, а именно просто записаться. И говорят, что более 120 тысяч уже записалось. Хомячков. И вот тех возбужденных. Потому что, смотрите, мы никогда не были в политике, мы никто из вас никак, а сейчас мы записываемся к Зеленскому и всех победю. И Зеленский вторит этому. Потому что он сказал, пока программы у меня нет, я вам ее не могу предъявить, но мы ее обязательно, когда зарегистрируем, вам покажем. А куда же бегут хомячки? А вдруг это волк, который вас съест? Тогда, может быть, лучше не объявлять, что Зеленский хочет привести в политику людей, которые никогда не были в политике. А теперь представьте себе, то же самое Зеленский объявляет о том, что он набирает артистов, которые никогда не были артистами. В свой 95-й квартал. И главный принцип – это набрать труппу из неартистов. Вот не был ты артистом, был там алкашом, не знаю, чем-то занимался, где-то работал сисадмином. Приходи к Зеленскому и записывайся в 95-й квартал. Нет. Ты так не будешь снимать свои передачи с неведомыми людьми? Наверное, возьмешь знаменитостей, наверное, возьмешь свою команду, которая отработана, которая уже 20 лет веселит население? Нет. Здесь ты работаешь с профессионалами, с профессиональными осветителями, с звукорежиссерами, с профессиональными сценаристами. Но в политике почему-то Зеленский решил, что профессионалы не нужны. Люди, которые пишут программы, которые проповедуют свои идеи – это никто. Главное быть честным и генетически порядочным человеком. И вот этот честный, генетически порядочный человек, как из-за угла, укра в время президента, выходит в эфире 1 плюс 1. А ему же вторит и руководитель канала Ткаченко, который вдруг осмелел и так нападает на президента Порошенко, говорит, что тот боится Зеленского. Поэтому так взбудоражили все парохоботы. Да, парохоботы взбудоражились и поднимают Зеленского все выше. Но у меня вопрос. А забирает ли Зеленский голоса Порошенко? Потому что у Зеленского в основном поклонники на юго-востоке Украины, где царствует, так сказать, русский мир и русское мировоззрение. А это люди, которые голосуют за тех же самых. За Бойко, за Тимошенко. И по сути на сегодняшний день Зеленский дружно забирает голоса у Тимошенко. А кого на самом деле представляет Зеленский? Неужели вы думаете, что самого себя? И опять посмотрим в сторону падающего олигарха. Великолепно. Знаете, как хроника пикирующего бомбардировщика. Был в молодости такой фильм. Так вот у нас сейчас хроника пикирующего олигарха. Коломойский в истерике выдвигает или уговаривает, или обещает что-то, но выдвигает Зеленского. Для чего? Для того, чтобы потроллить население и опять запутать его. Так еще недавно тот же Коломойский выращивал укроп. Со своими соратниками. Ну посмотрите. От него убежали и Корбан, от него убежали уже и Филатов. В общем-то разбежалась вся команда укропа. Все д'Артаньяны, так сказать, Днепропетровские. И вот находится только человек, который согласился играть роль кандидата в президент. И говорить правильные слова. И я думаю, что мы услышим того же самого Зеленского, у которого будет в программе «За все хорошее». Слова Ляшко, слова Тимошенко, «Снижу тарифы», «Разрешу вам все», «Не будем брать кредиты у МВФ». Вот все, что говорил он «Слуги народа», а «Слуга народа», я вам скажу, это всего лишь комическое произведение. И никакого отношения к жизни не имеет. И вот Зеленский, оторванный от жизни, почему-то поддался уговорам Коломойского, идет на выборы. Но даже не Зеленского надо ругать, потому что, ладно, Зеленский, он решает свои финансовые проблемы, пытается получить долг с 1 плюс 1, заставить Коломойского с ним расплатиться. Проблема в людях, проблема вот в этих самых хомячках, которые вначале бегают за Савченко, возбужденные, потом бегают за Саакашвили, возбужденные. И на вопрос, когда ты задаешь вопрос, а программу вы видели этих людей? Они все как один говорят, программа не важна, программу партии нет, никто ничего не предлагает. Нет, почему? Партия 5-10 четко предлагает программу. Налоговый рай для украинцев, чтобы они разбогатели. И, конечно же, когда под ногами у партии начинают путаться подобные персонажи, это не очень хорошо. Но хуже даже не это. У нас в партии тоже произошел раздрай. Некоторые партийцы, возбужденные хомячки в партии 5-10, тоже поддались на Зеленского и начали говорить, смотрите, у него рейтинг, значит, надо идти за ним. А если бы был рейтинг у таракана, вы бы шли за тараканом без программы? А если бы какую-то собаку распиарили, так что ее видит, любит весь народ, вы бы тоже пошли за этой собакой? Вы готовы бежать за кем угодно, если вам нравится человек? Но мне Зеленский тоже нравится, как комик, как организатор шоу, как великолепный комик и великолепный организатор. Но как кандидата в президенты я хочу видеть человека с программой. И я хочу знать, что он будет делать, когда он придет в президенты. Потому что, когда он придет в президенты, ему будет очень много вопросов. Да даже период избирательной кампании. И вопросы языка, и вопросы Томаса, и вопросы налогообложения, и вопросы мира или войны с Россией, и вопросы НАТО. И каждый этот вопрос будет бивать кол между Зеленским и определенной части общества. Но Зеленский никогда не заявлял о своих предпочтениях. Он просто говорил, я честный, верьте мне, идите за мной. А куда вас ведет Зеленский? Неизвестно. Вот поэтому я претензию предъявляю не Зеленскому, который продолжает играть роль и думает, что это театр. Что можно вот так вот выдвигаться без всякой программы. А людей, которые за ним бегут, вот этих хомячков. И, кстати, к членам партии 5-10, которые хотят. Ну, мы либертарианская партия, поэтому если вы хотите к Зеленскому или еще кому-то, кого-то видите, более рейтинговым кандидатом, чем Геннадий Балашов, пожалуйста, идите на в любую партию. Хоть к Зеленскому, хоть куда. Партия 5-10 имеет четкую программу. И есть в ней Балашов во главе или не будет Балашова, партия 5-10 всегда будет отстаивать налоговый рай для украинцев, пока не внедрит это в головы граждан Украины, всех граждан Украины. Конечно, нам для этого хорошо было бы иметь и 1 плюс 1, и Интер, и тот доступ к телевидению, который имеет тот же самый Зеленский и прочие кандидаты. Но у нас пока такого нет, поэтому мы должны быть сплочены вокруг программы и не разменивать свою жизнь на погоню за новыми идолами, типа Савченко, Саакашвили, Зеленский и кто там еще появится, кем увлечется наш народ, новым каким-то героем, без программы. Запомните, граждане Украины, вам нужна программа и настойчиво ее добиваться, потому что вам надо становиться уже взрослыми людьми, а не 12-летними детьми, которые увлекаются конфеткой или очередным тортиком или вишенкой на тортике. Так не делается политика. Настоящая политика и настоящая нация становится тогда, когда у нее есть четко определенная цель и когда вся нация идет к этой цели. А что может быть лучше обогащения граждан Украины? Поэтому 5-го числа у нас пройдет съезд и будет выдвижение от партии. То есть так называемый праймерис. Кто-то пошутил и предложил прийти Зеленскому на съезд партии и выдвинуть свою кандидатуру от партии 5-10. Придет или нет? Вряд ли. Потому что в нашей партии, я уверен, ему зададут простой вопрос. А за что ты, Вова? А зачем ты, Володя, идешь, президент? Какая у тебя цель? Ну а что касается партии 5-10, я повторю, у нас 5-го января состоится съезд и выдвижение кандидатом в президенты Украины. Пока меня, потому что я думаю, что пока в партии 5-10 самый устойчивый персонал, пожалуй, Балашов Геннадий Викторович. Ну и должен вас обрадовать, что мы собрали более миллиона гривен на избирательную кампанию. Это вот то, что дали люди. То реально сдали люди по 100 гривен, по 200, по 10 тысяч гривен они перечисляли на карточку. Без всякой награды, без всякой просьбы награды, ни за что. Только за то, чтобы мы не останавливались и продолжали внедрять в головы граждан Украины налоговый рай и систему 5-10. Вот это оценка деятельности, а не тогда, когда вам олигарх какой-то дал мешок денег, дал эфир на 1 плюс 1 и развлекайся как хочешь в тролль населения. Не так делается политика. Политика делается взрослыми людьми. Поэтому присоединяйтесь к партии 5-10. Продолжайте помогать партии 5-10 выдвигаться, потому что деньги нам понадобятся еще и на избирательную кампанию, а мы после 5-го числа завершим все официальные процедуры и самое главное у партии 5-10 будет свой кандидат в президенты. Нормальный, а не тот, которым вас пытаются пичкать олигархи с разных сторон. Присоединяйтесь к партии 5-10. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok